Более 11 тысяч мигрантов и беженцев провели еще один день в лагере Идомения на границе Греции с бывшей Югославской Республикой Македонии. Они живут в палатках прямо на железнодорожных путях, там же готовят себе пищу в ожидании, что границу с Македонией откроют, и они смогут продолжить путь в богатые страны Центральной Европы. Их надежды подогревают слухи о скором открытии границы. По рукам ходят карты с обходным маршрутом, но им не особенно доверяют. Мы хотим знать, кто обнародовал это, чтобы иметь возможность принимать решения. Если это ненадежный источник, то как нам поступать? Мы хотим выбраться отсюда. Такое впечатление, что мы живем в тюрьме под открытым небом и не знаем, как из нее выбраться. Греческие власти опасаются, что отчаявшиеся обитатели лагеря Водомения могут решиться на прорыв к границе, и предлагают перевезти их в другой лагерь. Но мигранты боятся, что оттуда их могут выслать обратно в Турцию. Другой лагерь – это военный лагерь. Он окружен военными. Это охраняемая территория. Мы там будем как в неволе. Никакой свободы передвижения. Если хочешь выйти за пределы лагеря, нужен пропуск. Есть и другие сложности. Там действительно очень плохо. Власти Греции опровергают слухи о предстоящем открытии границ и пытаются убедить беженцев перебираться в созданные для них лагеря в городах Вирии и Катерине. Некоторые из мигрантов согласились, но вскоре вернулись, рассказав остальным, что условия там ничуть не лучше, чем в Водомении. Продолжение следует...